Всем привет! В эти долгие сентябрьские выходные, а в понедельник, 19 сентября, тоже выходной. Это национальный праздник и красный день календаря. Так вот, в эти выходные в Токио, в районе Роппонги, проходит арт-фестиваль, который называется «Роппонги Night 2022». Последний раз этот фестиваль проводился в 2019 году, потом из-за коронавируса все время отменяли-отменяли. И вот в этом году не все, но большинство фестивалей, культурных мероприятий, народных гуляний стали уже проводить. Сейчас в Токио уже дождь, тайфун все-таки добрался сюда, и дожди обещают и всю оставшуюся неделю. Хорошо, что я пришла и погуляла здесь в субботу. Дождя еще не было. В этом видео я поделюсь с вами атмосферой фестивального выходного дня в Токио. Погуляем вместе, посмотрим, как проводят свободное время токийцы. В городе еще очень тепло, поэтому, конечно, токийцы одеты совсем по-летнему. В своих городских прогулках я не забываю про уличную моду, поэтому сегодня будет немного замедленнее, чтобы вы могли рассмотреть, как же одеты на улице люди. И, конечно, я покажу вам арт-объекты современных художников японских, которые были выставлены на улицах города специально в эти дни. Кстати, хочу отметить, что давненько я не видела столько много иностранцев рядом с собой. Многие, как и я, пришли сюда погулять с телефонами, с видеокамерами. А здесь, если бы не эта табличка с указанием автора проекта, я бы не поняла, что эти красочные столбы – это арт-объект. Эти цветные панно, скорее всего, снимут по окончанию фестиваля, но хорошо бы, если бы оставили. Еще одна табличка – значит, рядом какая-нибудь инсталляция. Автор этой работы, Масуда Себашчин, считается чуть ли не пионером и отцом японской каваи-культуры и моды. У него, оказывается, даже есть какой-то сумасшедший магазин в Хараджуку. Обязательно туда с вами сходим. Знаю, насколько я сейчас известна и популярна в Японии певица каваи-стиля Кяри Памя-Памю. С трудом произнесла. Она поет такие легенькие песенки, на голове у нее большой бантик, коротенькая юбочка, все цветное, красочное. Этот художник принял непосредственное участие в становлении ее популярности. Он был режиссером, постановщиком ее шоу, думаю, клипов тоже, потому что в них явно просматривается его колоритный стиль. Кстати, листку Кяри Памю-Памю пытаются потихонечку продвигать на Западе. Видела ее в анонсе Coachella 22 и обещали туры по Европе в этом году. Ее образ и стиль очень стереотипно. Японские, как его представляют на Западе, и музыка, и танцы, и внешний вид. Поэтому, возможно, там ее и хотят преподнести, как нечто японское, экзотическое. Я за музыкой особо не слежу, но, по моим ощущениям, этот стиль, конечно, в Японии уже отошел. Еще одна инсталляция от творческой группы Daisy Balloon. Это объединение дизайнеров, художников, которые создают свои работы, инсталляции из воздушных шариков. Это не исключение. Это более 10 тысяч воздушных шариков. Центром фестиваля Ропонги Найт 2022, как и в предыдущих аналогичных фестивалях, является Ропонги Хиллз. Здесь, а также в двух других местах, в Ропонге, есть такое понятие, как арт-плеугольник. Это, как я уже сказала, Ропонги Хиллз и Море Арт-музей здесь. Огромная выставочная площадка для современного искусства Национальный Арт-центр. И Tokyo Middle Town, где тоже есть очень известная площадка для выставок современного искусства, не только японского. Фестиваль в Ропонге объединяет все эти арт-площадки, и это такой праздник современного японского искусства. Это не только инсталляции и какие-то арт-объекты на улицах города, это и встречи с художниками, их живые представления и перфомансы. Последние два слова все же значат одно и то же, но английское звучит красиво, вот я и сказала. Раз уж гуляем, заглянули и внутрь в торговую галерею, и здесь тоже инсталляции, здесь тоже много людей. На первом этаже в основном люксовые магазины, но и в них народ заходит, что-то выбирает, покупает, и покажу традиционную выходные дни очередь в кортье. Как я сюда не приду, всегда стоит небольшая очередь, а внутри столики, кресла заполнены, приходят прям семьями. Не только мальчик с девочкой, возможно, кольца обручальные выбирают. В этот же раз заметила, что половину магазина заняла семья с детьми, может быть, поэтому и очередь, чтобы большая семья зашла. Наблюдая за прохожими, хочу отметить, что сегодня, как никогда, явно прослеживается минимализм в одежде. На большинстве максимально простые образы, но необходимо брать на заметку и помнить, что сейчас очень влажно, потому что тайфун приближался, и за 30 градусов тепла, и люди пришли сюда погулять, много ходить пешком, поэтому одежда должна быть максимально комфортная. Продолжение следует... Очередной арт-объект на горизонте, он создан из инвалидных кресел. Не знаю, как правильно и корректно сейчас назвать это кресло. Ну, в общем, вы поняли, сам художник пользуется таким креслом. Поэтому в своих работах, как любой художник, он показывает мир своими глазами, показывает свое восприятие мира и творчества. Его имя Кадзухико Хива. Эта работа так и называется «Хиводром тип Дельта». Это кубическая инсталляция, но, как я поняла, подобные у него тоже есть, только от других форм. На выходе из торговой галереи временный барчик, рекламная акция, я думаю, от японского виски Хибики. Народ с удовольствием заходит, выпивает, а еще здесь можно было заказать дегустацию. Стоит она порядка 20 долларов, и вот в определенные часы выходит такая девушка и рассказывает, как и что с чем там пить. А на столе перед тобой несколько бокалов виски, и ты вместе с ней дегустируешь. Эта акция, скажем прямо, вызвала живой и неподдельный интерес у такийцев. Как нигде в этом месте было больше всего людей. Народ гуляет, выпивает, глазеет, показывает себя, смотрит на других. А официальное открытие фестиваля было запланировано в субботу, но чуть позже, чем мы сейчас с вами гуляем. Не зря ведь фестиваль называется Art Night. А сейчас же всего около 5 часов вечера. Чем ближе было к заходу солнца, тем народу становилось все больше и больше. В Токио темнеет сейчас где-то в полшестого, и мне удалось погулять, наверное, до 6 часов вечера в этом месте. И я покажу вам, что я еще здесь увидела в следующем видео. Будут, конечно, очередные арт-объекты инсталляции и такийцы и их наряды. Обычная токийская картинка, кто с детьми в колясках, кто с собачками. Это, кстати, к вопросу, зачем же собак держат в колясках. Да не всегда. Посидят-посидят собачки в колясках, потом их выпускают. Здесь раздавали фурорщики бесплатно. Фурорщики – это ткань для упаковки подарков или вообще можно использовать как эко-сумку. Я это дело обожаю. У меня есть два видео на канале, посвященные фурорщике. Ссылка будет в описании к этому. Пошла, взяла себе. В разное время выдавали фурорщики с разной буквой алфавита. Мне досталось 2 М и Ай. А на сегодня у меня все. Скоро продолжение. Всем спасибо, что были со мной, гуляли, слушали. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok